В эфире новости на телеканале ЮТВ. Здравствуйте! Сегодня мы подводим итоги недели и в ближайшие 25 минут покажем самые важные сюжеты, выпущенные нашей редакцией за эти дни. Перекрытие дорог и неожиданный выходной. Главное с оперативки правительства Башкирии. Пара из Германии едет автостопом через Уфу до Владивостока. Висячий камень. Почему одно из популярных мест отдыха уфимцев забыли власти? В Уфе хотят построить новую станцию электрички. Почему не все жители рады? В детских фагерях Башкирии появились быстровозводимые корпуса. Зачем они нужны? Ради Хабиров уступил свое место Андрею Назарову. Правда, только на одну оперативку. Оперативное совещание в начале недели провел премьер-министр и попытался решить вопрос с перекрытием дорог, покритиковал дорожников и предложил обменять рабочий день на выходной. Традиционное оперативное совещание в стенах Центра управления республикой в этот раз прошло без Ради Хабирова. Его место занял премьер-министр региона Андрей Назаров. Вначале он поздравил коллег-именинников, подвел итоги прошлой недели, главным из которых стала работа на Петербургском международном экономическом форуме. Подробнее про его итоги для Башкирии рассказал Рустам Муратов. Стенд Башкортостана стал одним из самых популярных и востребованных на форуме. В сравнении с субъектами Российской Федерации, также был одним из самых крупных региональных площадок и располагался на площади почти 400 квадратных метров. Он включал в себя несколько функционально-тематических зон, на которых были представлены Национальная киберфизическая платформа Берлога, зона презентации образцов в достижении сферы развития производства беспилотных летательных аппаратов, несколько мультимедийных презентационных секторов. В рамках форума были подписаны 27 соглашений на 100 миллиардов рублей. После речь зашла о проблемах, которые волнуют жителей Башкирии. Больше всего их затронули темы благоустройства, дорог и ЖКХ. Говоря про общественный транспорт, спикеры поспорили по поводу перекрытия улиц в центре Уфы. Причина – форум регионов России и Беларуси, который пройдет в начале следующей недели. Там, где можем лишние дать два переулка открыть, их надо открыть. Я сегодня посмотрел, что по закиву людей лишняя территория закрыта. Эти вопросы нужно сегодня ногами пройти, разобрать. Александр Александрович, вместе с организаторами форума надо пройти ногами. Я считаю, ну мне так показалось, может быть здесь я пока не так глубоко погружен, но хочу сегодня-завтра тоже погрузиться, понять. Получается, возле госсобрания, да, уже перекрыто выше. А зачем так высоко? Нет, где госсобрания, улица открыта, советская, госсобрания открыта. Здесь закрыли, а зачем? Андрей Геннадьевич, там выше планируется все подворья ставить, вся культурная составляющая. Это же выше? Нет. Там, где парк, там как раз будет это, мы предполагаем. Давайте пройдемся, а просто любую переулку, где можем открыть, надо открыть, это раз. Там около баш-драм-театра уже сцена стоит, Андрей Геннадьевич. Плюс время, да. Ну, в общем, возможно, вы правы. Я к тому, что просто жители наши, они же имеют все права на то, чтобы комфортно передвигаться в эти дни. Дальше тема форума продолжилась. Оказывается, власти рассматривают вариант с рабочей субботой, 24 июня и с выходным днем во вторник, 27 июня. Принял решение, что в субботу будет рабочий день, 24, а 27 во вторник будет выходной день. Ну, Курбан, наверное, у нас 28 и 27 еще делаем выходной вместо субботы, а субботу отработаем. То есть, таким образом, когда у нас гости приедут, там у нас часть уфимцев сможет спокойно отдыхать и уехать из города. А выходной для кого, Андрей Геннадьевич? Можно выточнить? Да будет перечень для вас, конечно, по госслужащим, да, по всем. Это у нас точно есть. По муниципальным бюджетным учреждениям. Да, да, по всем нашим учреждениям. Это у нас возможности есть, если точно. По остальным категориям. А по частным и так далее фирмам, предприятиям, то рекомендательным. Да, рекомендации. Дорожная тематика продолжилась, но уже неровными и свежими улицами в центре Уфы. Ранее было выявлено 89 тысяч дефектов, 80% которых уже устранено. Но есть районы Башкирии, где показатели отстают от плана. Вот я смотрю, Бураевский вы назвали, Аургазинский, да? Два района так сильно отстали. Что происходит-то? Почему? Ну, отрабатываем сейчас с главами совместно, как бы. Ну, обещают нагнать в кратчайшие сроки. Там у них то там меняются люди, то еще что-то. Ну, какие-то вечно такие местные вопросы, скажем так. Ну, там 22-22 процента. До 20 секунд. Ничего не сделано. Тут уже сезон летний до половины прошел практически. Мы еще только раскачиваемся. А завершили оперативное совещание с новообсуждением форума регионов России и Беларуси. В его рамках, кроме деловой программы, пройдут фестивали, концерты, гастрофесты, выставки. Главным событием станет пленарное заседание. Ожидается прибытие 25 глав субъектов России. Путешествие по всей России занимает много времени и требует больших денег. Но Вероника и Ник, путешественники из Германии, развенчивают этот миф и собираются автостопом побывать во всех уголках России. От Санкт-Петербурга до Владивостока. Ребята проехали через Уфу и рассказали о своем уникальном опыте в Сугу Мировой. Многие летом уезжают на отдых. Кто-то до собственной дачи, а кто-то в другие города и страны. Но Вероника и ее муж Ник решили максимально далеко уехать от дома. И автостопом проехать в кучу городов и стран до Владивостока. Мы ездим стопом. Мы встаем на дорогу, вот так, и едем. Путешественники живут в Германии. Именно оттуда они начали свой путь. Они посетили Турцию, после добрались до Санкт-Петербурга и далее по всей России до Владивостока. В их путевом листе также оказалась и Башкирия. На вопрос о том, почему они выбрали именно автостоп, ребята отвечают довольно нетривиально. Каждый может добраться на поезде или на автобусе. Думаю, что путешествовать автостопом – это авантюрное путешествие. Вы встречаете людей, которых вы узнаете, какая культура в каждом регионе. И это весело. На самом деле мне это очень нравится. Ник прожил всю жизнь в Германии, а вот Вероника переехала за границу 2,5 года назад. Но уже успела соскучиться по родным просторам. И замечает, что многое изменилось. Это мой первый впечатление, что цены очень сильно подоржали. И еда еще ничего, а вот жилье в Казани. Здесь я в Уфе не смотрела, но в Москве, Казани вообще поднялось даже чуть ли на европейский уровень, с учетом того, что зарплата ниже. Это первое. Второе. Для меня стало удивлением, что продукты стало больше продуктов в России. То есть вроде бы когда сейчас санкции, и что-то ушло, ну вот иностранные продукты. Но именно отечественные продукты, появилось много всего интересного, здорового. И я вообще очень рада за Россию, что развиваемся в этом плане. Идея объехать полмира автостопом впервые возникла у Вероники. Она уже бывала во многих странах по учебе и в путешествиях. Но именно такое масштабное путешествие, в котором нет забронированного отеля, самолета и даже машины, было ее давней мечтой. Мы были в Турции, и я очень сильно поправилась. И я типа пишу комикс о том, как я поправилась, но я все равно жужу по вечерам. Ну и всякие такие моменты из путешествий. Хочу издать свою книгу про путешествия. Так, сейчас покажу еще. Это тоже реальное место, реальная мечеть в Турции, в Анкаре. И я очень люблю этим заниматься. Это просто мое хобби, которое переросло в работу. Это вообще мечта старая моя. Она еще появилась до короны. И я планировала еще в то лето это сделать, в 2020 году. Планировали втроем вообще это сделать, с другим другом из Европы, из Польши. Но то корона, то другие моменты, и не получалось. И в этом году как-то, не знаю, мне было грустно в Германии. Не знаю, скучала я по России и решила, ну все, пора. Я уже становлюсь старше. Мне кажется, там, в следующем году я уже не решусь на это. Я скажу, нет, зачем эти глупости. И я решила, что вот пора. Сказала Нику, что я уезжаю. Хочешь, поехали со мной? Ну и он согласился. Как рассказывают ребята, у них не было четкого плана путешествия. Ночуют они иногда в отеле, но чаще подбирают себе дом на выходные с помощью сервиса «Каучсерфинг», который иногда называют соцсетью для путешественников. С помощью этой платформы они познакомились уже с 40 разными людьми. Но только один раз был негативный опыт. Их гость украл у Вероники кошелек. На самом деле больше хороших людей, чем плохих. Например, вчера просто нам гость, точнее не гость, хозяйка. Хозяйка дала ключ и ушла на работу. То есть мы были одни в ее доме. Она приготовила ужин, она настолько была рада нас видеть. И вот в такие моменты думаешь, блин, как же круто встречать вот таких вот разных людей. Больше хорошего, конечно, случается. И вообще это супер платформа. Я очень хочу, чтобы побольше людей в ней участвовало. Также Вероника и Ник говорят, что путешествие – это один из лучших способов расширить свой кругозор, познакомиться с новыми людьми и просто увидеть мир с разных сторон. И это вовсе не так дорого, как думают многие. Это только кажется, что надо быть быкачом, чтобы путешествовать. Вот посмотрите, мы ездим автостопом, и это бесплатно. Да, конечно, не каждый человек поедет автостопом и не будет там останавливаться у незнакомых людей. Но не обязательно же все время останавливаться в шикарных отелях. Можно и в хостеле останавливаться. Например, хостел стоил в Казани 450 рублей. Ну что это такое? Даже в ресторане-то не поешь на 450 рублей. Потом не обязательно всегда кушать в ресторанах. В тех же хостелах можно готовить, то есть покупать еду и готовить такой же мил, такой же прием пищи, который ты готовишь дома. Или ходить в какие-то маленькие местные пекарни, заведения, домашние рестораны, которые не так дороги. Вероника и Ник еще несколько дней пробудут в Башкирии. В их планах на республику не только посмотреть города, но в большей части насладиться нашими пейзажами. Постить горы, поля и реки. А дальше ехать автостопом в другие города на Урале. Алсу Гумерова, Виталий Федотов, телеканал ЮТВ. Желая побывать на природе, уфимцы часто выбираются на Висячий камень. Это скалистый откос над рекой Белой, с которого открывается отличный вид. Но народное общественное пространство до сих пор не благоустроено. Егор Полторыхин побывал на Висячем камне вместе с туристическим гидом и краеведом и узнал, какая судьба ждет этот уголок города. Как известно, в Уфе много троп, которые уводят из жилой зоны на природу. Одно из любимых диких мест уфимцев для отдыха в черте города – Висячий камень. Это скальный выступ, который нависает над Белой. Место отмечено на карте, но тропы и подходы к объекту никак не обозначены. Встретившись на окраине города с краеведом Кристиной Абрамичевой и гид-туристом Эмилем Газизовым, мы решили посмотреть, в каком состоянии находится народное общественное пространство. Дорога пролегает мимо кострич, куч мусора или временных стоянок бездомных. За тропой и объектом следят уфимские туристы. Но сколько бы они не вычищали это место, мусор снова захватывает лес. Мусор я прибираю, переездите с друзьями, он снова появляется. Наверное, необходимо делать какие-то мусорные баки и вывозить. Мы несколько раз с друзьями с турклуба собирались, проводили субботники несколько лет подряд, в том числе и на веревку, спускались вниз скал, насколько позволяет длина веревки, убирали оттуда мусор. Но по понятным причинам людям проще скинуть его вниз к реке, а не нести в город. И он там скапливается в больших объемах, там доступа, ну доступ только с воды, с какого-то водного средства. Через сколько снова появляется мусор? Ну, грубо, наверное, на год, на сезон. В начале сезона убрались, в конце сезона уже есть на чем поработать. Самой людной тропой считается та, что начинается на улице Блюхера. Когда-то она была благоустроена. На всем ее протяжении видны участки асфальта. Возможно, что эти дороги вели в конкретные места, ведь у окрестностей висячего камня есть своя история. В 19 веке здесь была дача оренбургского губернатора Балкашина. Не просто дача, а прям загородная вилла в итальянском стиле. Известно, что после того, как он там не жил, там проводили пикники, просто стихийно. Все желающие на обломках этой дачи, а потом и это место снесли. Затем это место известно тем, что здесь было стрельбище и тренировочная площадка НКВД. И здесь же загородные дома деятелей НКВД тоже были. В одном из них жил Александр Фурманов какое-то время, который много где отметился в нашем городе, известный писатель. Сейчас от построек не осталось ни следа. Людей сюда привлекает немало известная история этого места, а обрыв, с которого открывается красивый вид. Место считается опасным. Поэтому, говоря о его благоустройстве, нужно думать и о рисках, которые с ним связаны. Но вопрос о безопасности, опять же, мы этим как бы поощряем сюда приходить людей. Здесь еще с 30-х годов действительно были случаи трагической гибели. Если здесь пытаться благоустраивать, еще больше людей будет приходить. А безопасность невозможно обеспечить здесь. Колышки, да. Как минимум, какие-то буйки, как на реке. А там уже на совести людей, да. Как бы мы предупредили дальше, смотрите сами. Потому что здесь не поставишь забор какой-то, да, или, не знаю, сетку-рабицу. Каким-то образом, наверное, в первую очередь это вычистить. Второе, чтобы не было эффекта разбитых окон. Второе, это каким-то образом, как я говорил, поставить мусорные баки, наверное, указатели, таблички, штандаты, что есть место вычищено, облагорожено, просьбы не стоить. Вот сколько, 5 минут, сколько мы, 15 минут здесь мы. Это три пакета мусора. Да. Пакеты не с собой, пакеты местные. У меня не было задачи вообще убираться, я просто вот несу пакет за кем-то. Но все бутылки и жестяные банки, это все, что здесь в лесу по дороге на Висячий Камень. Первый раз мы вот по этой дороге вынесли 20 мусорных мешков. Это был субботник, согласованный с администрацией. Однако субботниками по инициативе активистов все пока и ограничивается. Висячий Камень ни разу не попадал в списки общественных пространств города, которые власти рано или поздно планируют благоустроить. В мэрии Уфы нам рассказали, что это место на неопределенный срок останется диким. Его не приведут в порядок даже к 450-летию республики. Некоторые уфимцы приходят полюбоваться панорамным видом реки Белый на Висячий Камень. Однако они должны понимать, что в настоящее время он является опасным местом из-за обнажающихся и разрушающихся водной эрозии пород известняка. Там необходимо не только обустройство пешеходных тропинок, но и строительство пешеходного моста над железнодорожными путями, обустройство самого места и прилегающей территории с устройством ограждений. Для этого необходимо проводить проектно-изыскательные работы, озвучивать конкретные планы и сроки по обустройству подъездных путей и благоустройству Висячего Камня на сегодняшний день не представляется возможным. Как думаешь, людей что сюда привлекает? Вот только вид? Ну, в первую очередь, конечно, вид. Вид, природный объект, очень красивый, даль. Отдохнуть, наверное, от суеты городской, как и всех туристов. Я думаю, когда место становится объектом интереса туристического, то и история его актуализируется. Вот сейчас у нас какие-то обрывочные сведения об истории этого места, но если задаться такой целью, можно эту историю и развернуть. Егор Полторыхин, Виталий Федотов, телеканал ЮТВ. В 2023 году Башкирия стала участником федерального проекта по возведению некапитальных объектов, в рамках которого в детских лагерях республики стали появляться комфортабельные корпуса. Они включают в себя 11 комнат, технические помещения и просторный холл. На их постройку ушло всего три месяца. В июне корпус в Уфинском лагере «Чайка» принял первую смену. Мы разобрались, чем они отличаются от обыкновенных. Воспоминания о детских летних лагерях порой вызывают не только приятную ностальгию, но и досадные моменты в виде старых корпусов и удобств на улице. Поэтому в 2023 году Башкирия стала участником федерального проекта по возведению некапитальных объектов, в рамках которого в детских лагерях республики стали появляться комфортабельные корпуса. Одним из таких стала «Чайка» на улице Шафиева в Уфе. Сейчас мы на территории лагеря «Чайка». В этом году лагеря «Чайка» 87 лет исполняется. Ну и, соответственно, корпуса не все новые. Есть даже корпусы на 1936 года. Поэтому очень повезло, что именно под эту программу выбрали лагерь «Чайка». Мы смогли на месте административного корпуса, который уже устарел по всем своим функциям, установить новый некапитальный объект, который рассчитан на 47 детей. Новый корпус содержит в себе все необходимое. Помимо 11 жилых комнат, в нем есть несколько хозяйственных помещений и большая зона для дневного пребывания. Это позволит не только отдыхать, но и заниматься по программам дополнительного образования. Каждая комната рассчитана на четверых детей. Оснащена кроватями, тумбочками, шкафами для хранения и внутренними санузлами. Также оборудованы отдельные комнаты для детей с особенностями здоровья. Кроме того, что в корпусе 11 комнат для проживания детей, также комната для проживания детей маломобильной группы, которые раньше не могли отдыхать в лагерях. С этого года им будет уже комфортно. Они будут находиться вместе с вожатыми и тьютерами в комфортных для себя условиях. Быстро возводимые корпуса оправдывают свое название. По словам директора лагеря, работа с документами началась в феврале, а строительство стартовало с 1 марта. На полное обустройство ушло 3 месяца. В июне корпус уже принял свою первую смену. Кроме того, новый объект позволяет лагерю работать в любое время года. Быстро возводимые корпуса круглогодичного режима функционирования. Для этого здесь расположена и подведена и система водоснабжения, холодная и горячая вода, и система канализации, и, конечно же, система отопления. Корпуса достаточно теплые, и теперь в них можно будет отдыхать не только в летний период, но также в зимние, весенние, осенние канюкулы круглый год. В программе приняли участие 15 регионов страны. В Башкирии помимо чайки подобные корпуса появились на территории Орленков, в Стерлибашевском и Илишевском районах, и в парке «Патриот» в Чешминском районе. Эта федеральная программа из федерального бюджета на возведение корпуса было выделено 25 миллионов. Также каждый субъект, соответственно, помогал возведению корпусов. На благоустройство территории, на благоустройство самого корпуса выделены средства и из республиканского, и из муниципального бюджета. По словам Марины, дети возвращаются в чайку годами, и у всех новые условия вызывают восторг. Некоторые даже сравнивают новый корпус с отелями. Сейчас эти корпуса показывают то, что они действительно достойны внимания, детям в них комфортно, детям в них удобно, это практично, и я уверена, что круглый год теперь эти корпуса будут принимать ребят на высшем уровне. В Уфе хотят построить еще одну станцию, на которой будут останавливаться пригородные электрички. Ее планируют обустроить в Деме, рядом с микрорайоном Яркий. Она может появиться, если жители проголосуют за нее в интернет-голосовании. Съемочная группа ЮТВ побывала в этом районе и с удивлением обнаружила, что далеко не все будут рады новой инфраструктуре, несмотря на транспортные проблемы в этом месте. Подробности в нашем сюжете. В Уфе может появиться новая железнодорожная станция. Недавно об этом сообщила башкортостанская пригородная пассажирская компания. Находиться она будет недалеко от микрорайона Яркий. Мы же пройдем весь путь от Яркого до предполагаемой станции, чтобы понять, удобно ли будет до нее добираться. Пока в социальных сетях больше слышны голоса тех, кто против новой остановки. По их словам, платформа будет находиться слишком далеко от их домов. Справедливости ради скажем, что она будет называться остановочный пункт в микрорайоне Комсомольский. Это частный сектор напротив Яркого. И основной пассажиропоток, видимо, предполагается оттуда. Однако в Ярком живет гораздо больше людей. В локальных чатах предлагают обустроить место для электричек до развязки Демского шоссе. А от варианта предлагаемого пригородной пассажирской компанией отказаться. Ну, примерно километр-то точно будет, но как удобно. Это уже не удобно. Перед дорогу переходить там сейчас лежим очень большой, так что я считаю, что это далековато. Туда идти, ну, минимум, наверное, минут 30 только. Ну, вот от меня, я в том доме живу, от меня, наверное, удобно. Там перейти дорогу и все. Отсюда другим жителям. Ну, можете вот так пройти, там дорога сзади вот этих, видите. Можете оттуда через остановку, а там уже, видите, автобусная остановка на трассе. От станции Дема ходят электрички, на которых до Уфимского вокзала можно доехать в среднем за 13 минут. Ими пользуются некоторые жители Демы. Из Яркого и Комсомольского люди добираются до Уфы либо на личных автомобилях, либо на общественном транспорте. Интервал между автобусами в лучшем случае составляет 10 минут. Первая задача, с которой мы столкнулись, найти место, где можно перейти широкую дорогу. Люди, с которыми мы разговаривали, указали нам на этот пешеходный переход, сказав, что он единственный на несколько ближайших километров. Но чтобы добраться до него, нам пришлось пройти большую часть района. Получается, что новая платформа для пригородных поездов, если появится, то будет находиться между станциями Дема и Левая Белая. Главная ее задача – увезти в Уфу пассажиров из Яркого и микрорайона Комсомольский. Через него прошел второй отрезок нашего пути. Если в Ярком жители говорили, что расположение платформы для них просто неудобно, то в Комсомольском люди возможному строительству не рады. И возмущает их вовсе не близкое расположение станции к домам. Будет проходной двор, потому что здесь будет площадь привокзальная прямо. Все бомжи, все люди с низкой социальной ответственностью будут здесь. Наш поселок небольшой. Там вот Левый Белый, мы на середине Дема, пожалуйста, идите. А зачем вот здесь вот делать? Для кого? Нет, нет. Нет. Ну вот против. Вы против? Сын тоже подъехал. Против. Тоже. Тут вы знаете, что будет? Сопотворение. Вот представляешь, да, здесь толпа будет туда, яркий ходить, да, и туда. И что здесь интересно будет? Если дойти до конца частного сектора и свернуть направо, то можно будет увидеть то место, где должна появиться платформа. Но никаких работ пока не ведется. В башкортостанской пригородной пассажирской компании лишь хотят выяснить целесообразность организации остановочного пункта в выбранном месте. А повлиять на решение можно, ответив на четыре вопроса онлайн-анкеты. Если новый остановочный пункт и будут строить, то по предполагаемому плану он будет находиться где-то здесь. Пока что же тут нет ничего, кроме рельсов, которые лежат без дела возле действующих путей, и железных шкафов, которые напоминают трансформаторы. Можно сказать, что пройти весь путь оказалось не так уж и сложно. И даже зимой он может быть доступен, ведь проходит через жилой поселок. На вопрос о том, можно ли будет построить остановочный пункт в другом месте, если большинство не проголосует за предложенный вариант, в пресс-службе башкортостанской пригородной пассажирской компании предложили написать официальный запрос. Егор Полторыхин, Нургиз Газимулин, телеканал ЮТВ. Это были главные новости Республики за неделю. Спасибо, что были с нами. Сюжеты, новостные выпуски и многое другое вы найдете на сайте utv.ru и в социальных сетях. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok